Ежегодно в честь Дня защитника Отечества в трубопрокатном цехе номер один организуют турнир по шахматам. В цехе есть шахматный клуб, который пользуется спросом. Инициативу цехового комитета профсоюза всегда поддерживают любители шахмат. В этом году участвуют спортсмены из разных подразделений градообразующего предприятия, а не только из трубопрокатного цеха. Мы поддерживали и будем поддерживать. А шахматы это удивительно уникальный вид спорта, который не только тренирует, развивает человека, обедняет любителей индивидуальной игры, любителей спорта, любителей шахматы. Любой вид спорта, который обедняет, это только на плюс и на помощь нашим коллегам. Продолжаем эту традицию уже не первый год и нам приятно, что в наш цех приходит все больше участников. Мы надеемся, что у нас все сегодня получится, уйдут люди с хорошим настроением, а мы будем только рады в канун такого российского праздника, День защитника Отечества, принести людям радость и хорошее настроение. Пригласили поучаствовать в шахматных баталиях и учащихся подшефной школы номер 13, где ребята активно занимаются этим видом спорта. Дети показывают хороший уровень, играют против более опытных соперников. Хорошие ребята у нас растут, наша смена. Хорошие игроки у нас. Играют, стараются. Мы и приглашаем постоянно. Занимаемся мы два часа в неделю, ну и участвуем в различных турнирах. И Гамбит, то есть городские турниры, и наши шефы, профсоюз часто организовывают для нас подобные мероприятия, как сегодня. Руководство Северского трубного завода всегда поддерживало развитие детского спорта. Поэтому несколько лет назад были куплены шахматные доски во все образовательные учреждения города. Сегодня мы можем наблюдать плоды этого правильного решения. Играют наравне с опытными шахматистами, нашими заводчанами. Это однозначно огромнейший опыт для них. Среди детей будет отдельно подведен зачет по победителям, но однозначно проигравших в этом турнире сегодня не будет. И это часть той профориентационной работы, когда наши школьники приходят на завод и видят, что здесь не только труба и сталь. Здесь также есть еще и огромная спортивная и культурная составляющая нашей деятельности. Все игры проводятся с 10-минутным контролем времени, поэтому турнир проходил довольно долго. Для всех участников был накрыт стол с чаем и пирогами. По итогам соревнований были определены победители в двух возрастных группах. Среди школьников лучшим стал Павел Желтышев, серебро у Давида Галиева. И почетное третье место завоевала Эвелина Гасанова. Среди работников Северского трубного завода не было равных у Александра Ващенко. Второе место занял Дмитрий Полевой, а третье – Александр Киселев. Всего в праздничном турнире поучаствовало 16 сотрудников завода и 9 школьников. Игорь Соколов, Алексей Карипанов. Новости 11 канала.